Всем привет! Это прогноз на август месяц в плане, скажем так, политики. Скажу сразу, что август месяц очень важен именно для России на общем таком фоне. Дело в том, что Россия водолей, это ее главный знак, и когда Солнце находится во льве, это называемая позиция, это серьезное напряжение для России. Но в нашем случае здесь еще будет такая тема, что Сатурн находится в знаке водолей, и 12 августа будет полноуние, где Сатурн соединится с Луной, что не очень хорошо снова-таки, в общем-то, на самом деле для России, вообще для общей ситуации в мире. Это все, скажем так, сулит общим обнищанием. Дело в том, что там еще Венера будет в оппозиции к Плутону, потом к Сатурну и так далее. В общем, будет интересно посмотреть, что будет происходить на финансовых рынках, а еще Меркурий в Деве. В общем, все говорит о том, что, скорее всего, розовые очки исчезнут, и станет, скажем так, более понятно, что в мире большая попасть в плане экономики, и в России тем более, скажем так. До этого мы довольно легко проходили истории всевозможных санкций, коронавирусных ограничений и так далее. Но вот это время для России заканчивается, и нас готовят к переходу Плутона в Водолей, скажем так, с точки зрения астрологии. И это все говорит о том, что многие проблемы начнут лезть. И вот в моем городе это особенно заметно, потому что, с одной стороны, у нас город Металургов, недавно прошел такой огромный, грандиозный праздник, посвященный этому. Все хлопали в ладоши, все очень замечательно, открывались хорошие парки, и это снова хорошо. На уранических энергиях что-то новое. Но с другой стороны, по-тихому пошли распоряжения на главном предприятии сокращение примерно 4 тысяч людей, я уже знаю, первых сокращенных. Вот, то есть, с одной стороны, вроде бы, а с другой стороны, все очень жестко, и, скажем так, перспективы очень печальные в той же самой Металургии, и не только. И вот именно с августа месяца вся эта история начнет раскрываться. Я еще в начале года говорю, что вот эти все истории ограничений, кризисов, они будут не так заметны вот в первой половине года, а вот во второй половине года, когда, скажем так, финансовые запасы начнутся заканчиваться, эта ситуация полезет. И вот август месяц, как раз вот это стартовое время, когда, ну, станет понятно, что на самом деле не все так хорошо. Хорошо. Далее, это кризис старых управленцев. Снова тут очень сильные уронические энергии, и там ряд других указаний говорит о том, что косяки, скажем так, старых руководителей от самых верхов до низов, они будут открываться. Вот. Здесь есть хорошая история для кого-то. Почему? Потому что это хорошее время для антикризисных менеджеров, скажем так. Многие смогут себя проявить и выстрелить в это время. Люди покажут, что да, я могу. И вот, кстати говоря, ситуация на Украине, для вот наших военных, там сейчас идут перетасовки, и в министерствах всяких и так далее. Я еще в июле, ну, вот сейчас июль, говорю, что, еще точнее до начала июля, что это будет время такой вот коверной борьбы, где будут перетасовываться какие-то истории, выходить новые личности, и в августе эта история усилится. Вот. То есть, если вы реальный специалист, и вы реально хотите там пойти куда-то выше, самое время показать себя в августе. Вот. Да, на непростой истории, но можно подняться. Вот. Это такая вот тема. Поэтому не все так плохо и не для всех. Поэтому для кого-то это, да, это хорошее время. И вообще, если смотреть в плане политики, в августе месяце стоит наблюдать за теми, кто себя покажет. Возможно, скажем так, это новые лидеры России в тех или иных направлениях. Но общая ситуация, скорее всего, очень напряженная, в том числе и военноплане. Дело в том, что Марс в Тельце говорит о том, что Украина может перенять, скажем так, военную инициативу для России. Ну, в России для многих это будет, скажем, такой удивительный факт. Здесь не буду заострять. Я об этом говорю в своих закрытых видео. Вроде бы даже в открытом говорю, что с августа месяца может произойти серьезное изменение на фронтах. Но посмотрим. Как раз вот август месяц очень близко. Но в военном плане можно прям четко ожидать обострения. Потому что Марс, там, он квадратит к Сатурну, он квадратит к Солнцу, он в соединении с Ураном. Но, в общем, это все говорит о том, что будет очень жарко по-настоящему, скажем так. Поэтому никакого затишья. Ну, и я в своем видео еще в самом начале конфликта этого говорил, что никаких мирных переговоров можно не ожидать. Потому что это война до победного конца. И, в общем-то, никаких мирных переговоров-то и не состоялось. Никто о мире, на самом деле, ни одна из сторон до конца и не говорит. И это ожидаемо. То есть, будет идти вся эта история дальше. Но сейчас будет некий такой подъем. А осенью, скажем так, полная развязка. Ну, да ладно. То есть, август для России очень важный месяц. В плане, скажем так, информационном он будет очень жестким. Очень. То есть, все, что может там падать, будет падать. Все, что может сходить с рельс, будет сходить с рельс. Все, что может врезаться, будет врезаться. Все, что может гореть, будет гореть. И т.д. и т.п. Вот. То есть, предельно аварийный месяц. Причем весь. То есть, как только там фактически заканчиваются крупные квадратуры, так уран становится стационарным. И это все равно тоже к теме, например, авиакрушений тех же. Вот там сбоев в электросетях можно ожидать. Крупных всевозможных кибератак. В общем, всего. На самом деле, там всего и не перечислишь. Очень жесткий месяц в плане энергии. И поэтому будьте предельно аккуратны. Как на бытовом уровне. Утюг проверяем. Очень аккуратно стараемся водить. Понимаем, что в августе месяце нет адекватных людей на дороге. Вообще забываем слово адекватность. Вот. Очень будет много агрессирующих. Иногда не поделал ситуацию, когда в обычном режиме люди относились к этому легко, а здесь просто будут резко взорваться. Особенно это касается, скажем так, первых 10-12 дней месяца. Это вот просто людей будет шкалить. Ну и вообще большое количество фос-мажоров. Вот недавний случай нападения в Подмосковье обезьянки на ребенка. Это вот именно туда. Но вот кто бы мог предположить, что в подмосковной деревне обезьяна, обезьяна убежит из частного там зоопарка и нападет на ребенка двухлетнего. Тут вообще окажется в реанимации. Там родители будут биться с этой обезьянкой и так далее. Это какой-то сюрреализм. Но это то, что произошло. И таких событий на самом деле с посолительной основной лент уже много. А в августе их просто будет шкал. И будет такое ощущение, что мир начинает понемногу или даже не понемногу сходить с ума. И к этому психологически надо быть готовыми. У меня нет тот канал, который говорит, что все будет позитивно. Все сердечки, любопыт. Нет, нет. Обратите внимание, что чем больше вот это, тем больше войн, эпидемий, бедности, голода и тому подобных вещей. Потому что мир, он разный. Он не только о хорошем. Он очень разный. И те энергии, которые сейчас зайдут в августе, он точно анимиз. Не про это. Нет. Поэтому будьте психологически готовы, чтобы у вас не было разочарования. Потом не было тревожных синдромов и панических атак. Потому что вы-то ожидали, что мир ждет от вас. Он любит вас. А потом вас... Чтобы вот так вот не было. Будьте психологически к этому готовы. Вот мой канал про это. Но еще у меня есть отдельное видео, где взять энергию. Это будет очень актуально. Потому что я там рассказываю, как, скажем так, разгрузиться и подготовиться к тем временам, которые грядут. Начиная, кстати говоря, именно с августа месяца. Поэтому, кому интересно, пишите в личку. Вот скину за оплату. Ну ладно. Ну и перейдем к следующей теме. Об общей энергетике. Продолжение следует...